Речь пойдет о футболе, если точнее, об отфутболивании. Если в первом случае мяч гоняют футболисты, то во втором чиновники всех мастей. В роли мяча оказываются люди с их обращениями и проблемами. Причем чиновники превзошли профессиональных футболистов по всем статьям. 23 ноября прошлого года я по просьбе обманутых дольщиков 14 недостроенных домов направил депутатский запрос полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе Щеголю Игорю Олеговичу. Игорь Олегович, недолго думая, выдал изящный пас федеральному инспектору по Липецкой области Олегу Михайловичу Снежкову. Олег Михайлович отпасовал обращение в областную прокуратуру. Прокуратура тоже не осталась его долгу, направила документ, ссылаясь на федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации в Управлении строительства и архитектуры Липецкой области. Ответ пришлось писать тому, на кого жаловались жильцы недостроенных домов. Александр Александрович Пушилин подробно изложил ситуацию, по каждому дому став, по сути, главным футболистом по этой проблеме. По его заверениям, большинство домов будет построено в этом году. Что же происходит на самом деле? Я располагаю данными на конец прошлой недели. Застройщик ЛИСК. Объекты, дом 32, университетский, 80% готовности. Орелстрой объявил, что этот дом будет достраиваться ими. 9 февраля указаны сроки 6 месяцев с момента перехода компании прав застройщиков. Чуть позже, 19 февраля, пишут о сроках 8-10 месяцев. С момента перехода к сегодня знаете, какое число. По дому 24 улица Ударников, Сырский, 80% готовности. А дом номер 3 по улице Хмельницкого, Котлован. Никакого решения нет. Орелстрой объявил, что эти дома достраивать не будут. По всем трем домам застройщик ЛИСК работы не ведутся. Застройщик ООО СК Велес. Дом 2, 15, микрорайон Елецкий, стадия Котлован. Дом планируют передать строительной компании «Глобус». Строительные работы не ведутся. Застройщик ООО СК Велес. 5 домов со строительными адресами город Липецк, улица Сверидова. Лишь один дом 10 готовят к сдаче. На остальным или вялотекущие, или работы не ведутся вообще. Трест Липецкстрой, застройщик улица 50 лет на МЛК, на ЛМК речь о достройке не ведется. Ипотечные корпорации Елецкий, микрорайон 2, 2 и 2, 9. По информации от дольщиков, эти два дома передают новому застройщику «Корелстрой». По отзывам дольщиков, работы ведутся в две смены. И микрорайон Елецкий, 3, 1, планирует передать строительной компании «Глобус», 98. В последнее время вялотекущие работы были остановлены. Ждут возобновления. Ведутся работы с дольщиками по подписанию добровольного согласия по замене застройщика. Появилось еще два дома, микрорайон Елецкий, 1, 19 и 1, 15. Работы не ведутся, хотя построенное жилье должно быть в августе прошлого года. Уважаемые коллеги, я напоминаю, в Казани состоялось не так давно заседание госсовета. Одна из целей решить один из фундаментальных вопросов, связанных с обманутыми дольщиками. Президент Путин отметил, я цитирую, муниципалитета, регионы и федерации, никто не должен уклоняться от решения проблем обманутых дольщиков. У меня вопрос, когда же наконец в Липецкой области прекратится этот футбол с обманутыми людьми. 18 октября Игорь Георгиевич, отвечая на мою просьбу по обманутым дольщикам, мы сказали, только дураки выделяют деньги из бюджета на достройство этого жилья. Я не знаю, будете вы отвечать на этот вопрос, изменилось ли ваше мнение и каким образом будет достраиваться жилье в Липецкой области. Ну, все прекрасно понимают, что правоохранители заинтересовались достройщиками и некоторые граждане арестованы. Ну, наверное, это хорошо, но люди ждут жилья. Когда оно будет? Спасибо.